Новая грузинская полиция Рассказывая про новую Грузию, или как по-новому следует называть ее Джорджию, все первым делом вспоминают реформу полиции. И действительно, в этой области в стране произошли самые заметные изменения. До прихода Саакашвили грузинская МВД считалась синонимом коррупции, беспредела и ворами в законе, ну прямо как у нас, но сейчас у граждан отношение к этому ведомству совершенно противоположное. Уже несколько лет грузинские полицейские вообще не берут взяток, и, если верить опросам, полиции доверяют 87% жителей страны, большим авторитетом пользуется только православная церковь. Грузинский полицейский, второй после бога. Простые граждане говорят, что избавление от ГАИ было большим облегчением для людей, сейчас грузинский полицейский получает зарплату 500-700 долларов, что выше среднего по стране, не берет взяток, вежлив и аккуратен. В общем, всем ребятам пример. Один. В 2004 году, сразу после победы Саакашвили на выборах, были уволены руководители всех силовых структур Грузии, и, как водится, главной мишенью реформаторов стала дорожная инспекция. Миша, это не фамильярность, так президенты называют даже на официальных сайтах, поставил ультиматум, если в течение недели на дорогах не прекратятся поборы, то вслед за министром внутренних дел будут уволены все полицейские. После реформы в первые месяцы работы патрулей эфир ведущих телекомпаний был переполнен кадрами дачи взяток новым гаишникам, которые снимались с скрытой камерой агентами спецслужб. Пойманные на взятки в размере 50 долларов отправлялись в тюрьму сроком на 10 лет. Так продолжалось до тех пор, пока их коллеги не поняли, что брать нельзя. За первый день работы закона о патрульной полиции работы лишилось около 15 тысяч полицейских. Затем еще столько же. Три месяца Грузия жила без дорожной инспекции. В это время набирались и обучались новые сотрудники. Причем, как правило, молодые и без опыта работы в старой полиции. Штат был обновлен на 85%. В России же к 2012 году будет уволено только 20% милиционеров. До прихода Саакашвили в грузинских тюрьмах было 5000 заключенных. Через год реформ – 25 тысяч. Для сотрудников новых патрулей были тысячами закуплены новые Volkswagen Passat, Opel и Skoda на которых они вполне успешно стали гоняться за преступниками на улицах. Понятно, что сажали не только служивых, но и жулье всех мастей, от воров в законе до мелких карманников. Результат – возле продуктового магазинчика остановилась онда, и водитель отправился за покупками, оставив открытыми двери и окна. В замке зажигания торчали ключи. Говорят, что все воры или сидят, или сбежали в Россию. Даже блатная романтика попала о немилость новой власти. Сейчас в ресторане, например, нельзя заказать блатных песен. Одновременно власти начали кампанию популяризации полиции. На улицах вывесили билборды с фотографиями улыбчивых патрулей обоего пола. Полицейских приглашали, на американский лад, в школы, чтобы те проводили уроки. Грузинские дети вместо преступников стали играть в полицейских, которые этих преступников ловят. Грузинские полицейские не прячутся в кустах. В темное время суток экипажи обязаны всегда держать мигалку включенной, чтобы их было видно. С непривычки каждый раз пугаешься, когда за тобой едет патрульная машина с мигалкой, но потом привыкаешь. Сервисные агентства МВД, где принимают экзамены, выдают водительские удостоверения, ставят и снимают с учета автомобиля, регистрируют оружие. Ежедневно здесь обслуживают до 2000 человек. Здесь же можно получить права. Сдавать на права можно с 18 лет. Чтобы сдать экзамен надо заплатить пошлину 35 долларов. Экзамены аналогичны нашим. Сначала теория, потом площадка. Прийти на сдачу экзамена можно в любое время. Кстати, медицинских справок здесь нет, только тест на дальтонизм перед сдачей теории. Необходимость в медсправках отпала, так как есть единая база, где полицейский может узнать, есть ли у экзаменуемого проблемы с наркотиками или психикой. В случае проблем, система просто не выдаст водительское удостоверение и никакие купленные справки не помогут. В России практически все водители справки покупают, так как тратят целый день и бегать по поликлиникам никто не хочет. В Москве справка стоит от 1000 до 1500. Купить ее можно около каждого отделения ГАИ. Сдавать экзамен можно на восьмыми языках, включая русский. Далее все стандартно. 30 вопросов и 3 ошибки. Площадку сдают на Шкодах с ручной коробкой. Скоро обещают закупить с автоматом. Все фиксирует компьютер. Регистрация транспортного средства. Если челочек хочет зарегистрировать или снять с учета автомобиль, он обращается к девушке за большой стойкой. Она сама предоставляет и заполняет все необходимые документы. Транспортное средство растамаживается и регистриуется в одном месте. У девушки есть все необходимые документы. Вся процедура, включая растаможку, занимает не более 15 минут. Клиент выбирает любой номер из представленных на полочках, кроме первой. На первой полочке платные номера. Точка цена регистрации – 40 долларов. В эту цену входят услуги регистрации, техпаспорт и сам номер. Если номер не нравится, можно выбрать любой другой по своему желанию, для этого в зале стоит терминал. Цена фиксированная зависит от количества одинаковых цифр и буквально. Стандартный номер – это три буквы и три цифры. В зависимости от комбинации красивый номер обойдется от 70 до 450 долларов. Но можно отойти от этих правил. В Грузии есть возможность сделать себе абсолютно любой номерной знак. Такая услуга стоит 6500 долларов. Например номер с моим именем, или – свободен. За все время было продано около 65 коротких номеров. Если денег нет, можно забронировать номер. Такая услуга стоит 70 центов в сутки. В резерве сотни номеров. Из терминала данные поступают в помещение, где установлено оборудование для печати номеров. Мастер набирает знаки и пускает заготовку под пресс. Пока клиент оплачивает пошлину, номер уже готов. Номерной знак не закрепляется за конкретным автомобилем и может остаться у владельца на всю жизнь. Агентство работает 365 дней в году, без праздников и выходных. Любой номер печатается в течение пяти минут. Вся процедура постановки машины на учет занимает в среднем 10 минут. Все автоматизировано. Требования к претендентам на должность патрульного полицейского. Гражданство Грузии. Возраст 23-37 лет. Знания грузинского, государственного, языка. Высшее или неполное высшее образование. Знания Конституции Грузии. Основные положения. Водительские права. Отделение работает без выходных. Особенно много клиентов в выходные дни, так как недалеко расположен автомобильный рынок. Но очередей нет. В здании есть представители МВД, налоговых органов и таможни. Все проблемы можно решить на месте. Оплачивается все тоже в зале. Есть отделение банка. Обратите внимание на количество окошек. На стоянке стоит отдельная будка, где печатают техпаспорт. Сделано это, чтобы сэкономить время ожидания. Пока посетитель прикручивает новые номера, у него уже готов техпаспорт. Здесь работают два сотрудника. Все новое отделение полиции делают максимально прозрачными так, чтобы любой прохожий мог видеть, что происходит внутри. Новое здание МВД в Тбилиси, тоже стеклянное, но это уже имитация прозрачности. К тому же на подступах стоят часовые, и беспровожатых близко не подпускают. Кстати, взяточничество ушло не сразу. Руководитель департамента МВД Грузии Шотутяшвили о реформе. Главным последствием реформ стала реальная борьба с коррупцией в стране. В сфере борьбы со взяточничеством мы предупредили полицейских, что за взятки мы будем их сажать. В итоге только в 2005 году более 200 сотрудников полиции было посажено за взяточничество. В 2006 году было еще больше, и только после этого количество полицейских, арестованных за взятки, стало сокращаться. Второй важный аспект в борьбе с коррупцией заключался в резком повышении зарплат всем сотрудникам МВД. К примеру, в 2004 году моя зарплата составляла всего 100 лар, около 70 долларов США, а сейчас 2300 лар, около 1610 долларов США. То есть, моя зарплата за это время выросла в 23 раза. В-третьих, начальники перестали требовать со своих починенных дань, часть из которой они раньше оставляли себе, а часть передавали наверх. Кроме этого, пришлось многих уволить. В частности, если при Шеварнадзе в МВД насчитывалось около 70 тысяч сотрудников, то сейчас в подразделениях полиции и госбезопасности, входящих в состав МВД, насчитывается 16 тысяч сотрудников. На место уволенных брали новых людей, молодых и более мотивированных. Одним из последствий реформирования МВД стала новая система рекрутирования кадров. Так, если при Шеварнадзе молодой сотрудник для устройства на работу в МВД должен был заплатить взятку, то сейчас этого уже нет. В настоящее время существует четвертых этапная система отбора сотрудников МВД, состоящая из многочисленных тестов. Полицейский патрульной службы. Если раньше гадом был тот, кто заложит, сдаст своего, то сейчас предатель тот, кто возьмет взятку, кто подставит своих ребят. Едва ли за 6 постреформенных лет правовое сознание в полиции дошло до точки невозврата, но все идет к тому. За взятку отправят на нары не только тех, кто брал и давал, но и укрывателей. Хотя в последнее время сотрудникам патрульной службы все чаще устраивают подставы не столько для выявления взяточников, проблему утратила актуальность, сколько для контроля за исполнением всех обязанностей. Столовая в здании МВД Грузии. Вооружение патрульной службы. Пистолеты израильского производства Еричо 941. Резиновые дубинки. Электрошокеры. Кстати, техосмотр постигла та же участь, что и медицинские справки. В Грузии сочли, что как очаг коррупции техосмотра приносят больше вреда, чем пользы, и отменили его минимум до 2012 года, пока не появится механизм, исключающий взятки. По тем же причинам, кстати, отменили Санэпидемнадзор и пожарные инспекции. Естественно, в Грузии не стало больше ни тараканов, ни пожаров. Нет в Грузии ежегодного транспортного налога. Единственный существенный сбор с автовладельцев, таможенная пошлина, которая зависит от года выпуска автомобиля и объема двигателя. Любопытно, что растаможка новых машин обходится дороже, чем поддержанных. Например, за автомобиль, выпущенный в текущем или прошлом году, по полтора лари, чуть больше доллара, за кубик рабочего объема, за пятилетку, по одному лари. Если машине 10 лет, по 0,5 лари, и лишь начиная с 13-летнего возраста расценки вновь астут, за растаможку 15-летнего автомобиля, по 0,8 лари за кубик. Вот такая реформа. Справедливости ради стоит отметить, что такие замечательные изменения произошли не везде. Как рассказал мне один знакомый, да, Гай теперь не узнать, а вот следователи, оперативники и так далее остались стары, так что хамство и коррупция еще не полностью исчезли из органов. Коррупция, говорят, осталась, просто ушла она наверх, но это тоже неплохой результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова